Издательство 1С Паблишинг и агентство Фронтлайн Креатив представляют. Дарья Полукарова. Зовите меня Джин Миллер. Пролог. Женька Высоцкая всегда знала, настоящая жизнь случается только с другими. Однажды приняв это, она смирилась и теперь просто плыла по течению, наблюдая, как у всех других творится та самая настоящая жизнь. В одном старом, американском, кажется, фильме она видела парня, который жил в прозрачном пузыре. Женька не помнила ни сюжета, ни подробностей, помнила только, что, когда увидела этого парня, сразу поняла, да, она такая же, живет в пузыре, окружающие видят ее, разговаривают с ней, но держатся в стороне. Для них она словно неживая. Эта мысль так прочно въелась в ее сознание, что однажды Женька и сама поверила в нее, будто кто-то нашептывал ей, ты же всегда это знала, чему удивляться. И она не удивлялась. Иногда настоящая жизнь приходила и к Высоцкой с очередной проблемой. От них, видимо, прозрачные пузыри не защищали. Тогда Женька надевала наушники и сбегала в место, где проблемы можно переждать. Или включала очередной сериал, благо недостатков новых не было. Она поступила бы так же и в тот раз, сериал или музыка, сносящая уши, но в тот раз ей даже не дали надеть наушники. Глава первая «Эй, мелкий!» Ленивый голос разрезал тишину полупустого этажа. «Развлекаешься, Арт!» Хмыкнул рядом одноклассник, но Артур и бровью не повел. «Оглох, что ли?» Продолжил он, не отводя взгляда от объекта наблюдения. Объект даже не обернулся, хотя вокруг заозирались все, в том числе и школьная медсестра Анна Михайловна, к которой слово «мелкий» в принципе не могло относиться. Тут уж Артур не выдержал. Пересек коридор и схватил за плечо хлипкого вида мальчишку лет тринадцати, темноволосого и взъярошенного, точно воробей Пашка из повести Паустовского. Мальчишка только поморщился. «Пойдем, поговорим!» Артур отпустил мальчика и зашагал к лестнице, зная, что тот пойдет за ним. «Не бей его сильно!» Весело раздалось им вслед. «Шутники, блин!» Артур даже не обернулся. «Ну что?» Насмешливо поинтересовался мелкий уже на лестнице. «Такие бить будешь?» «Топай, топай!» Коротко откликнулся Артур и отвесил мальчишки под затыльник. «Вперед из песней!» В тот грязно-коричневый день Женька узнала секрет, который предназначался не ей. И еще прочитала одну мерзкую переписку. Да, знала же, читать чужие сообщения плохо. И все равно. Собственно, не прочитать ее она и не могла, потому что переписка отображалась в ее телефоне. А значит, у Женьки не было поводов чувствовать себя виноватой, раз кто-то просто не уничтожил улики. Вчера Вика брала ее телефон, чтобы войти с него в ВК. И забыла выйти со своей страницы. Сегодня приложение открылось на сообщениях. Сначала до Женьки не доходило. Сообщение и сообщение. Но одна фраза зацепила. И, вчитавшись, она поняла, что ничего подобного не писала. А потом и вовсе увидела свое имя. Своё и Макса Стрельникова из параллельного класса. Женька якобы вешалась на него. И ее попытки привлечь его внимание были смешны и нелепы. Именно так Вика и писала Лене. Смешная и нелепая. Она еще на что-то рассчитывает. У нее нет шансов. Такие, как она, ему неинтересны. Теперь Женька почему-то чувствовала вину. А еще стыд. Липкий и душащий. От которого хотелось поскорее отмыться. Будто она оказалась голой перед всем классом. Или ее обвинили в воровстве. И украденное нашли в ее вещах. Такое было у нее ощущение. Совсем не связанное с реальностью. Но подумаешь. Лучшие подруги ярко и красочно перемывали ей косточки. Навешивали разные ярлыки. И рассуждали о Женькиной распущенности. С кем не бывает. Уже потом, в классе, когда и Вика, и Лена вели себя так, словно ничего не произошло, она поняла, что не может больше сидеть в одном помещении с этими двумя. И ей оставалось только сбежать. Она избежала. И потому разгоревшийся следом скандал с красными кедами какого-то семиклассника благополучно пропустила. Слышала что-то края муха, но даже на мгновение не задумалась о новости. Мало людей нашлось бы в мире, кто, узнав о предательстве друзей, станет интересоваться судьбой чьей-то похищенной обуви, пусть и дорогой. Вот и она не заинтересовалась. В качестве укрытия была выбрана крыша старого сарая с инвентарем в глубине школьной территории у забора. Место по-своему легендарное. К нему приходили прогульщики, экстремалы, для которых верхом экстрима было покурить на школьном дворе, парочки, назначающие тайные свидания, и враги, вызывающие друг друга на стрелки. Сама Женька не сидела на крыше сарая много лет, с тех пор, как еще мелкими они лазали сюда с Вадиком Суховым, играя в прятки в летнем лагере. Об их тайном месте до поры до времени не знал никто, и в прятках им не было равных, пока о нем не растрепала тогдашняя Женькина подружка, Маша Барышева. То ли она не хотела делить Вадика с Высоцкой, то ли просто обиделась, что ее не посвятили в тайну. Но однажды утром о секретной крыше узнали, и после этого она, ясное дело, потеряла свою таинственность. С тех пор это место использовали все, кому не лень. Женька обычно держалась от сарая подальше. Не пошла бы сюда и сейчас, если бы не безвыходное положение. Она не могла уйти совсем. Следующим уроком шла ненавистная физика, а она не исследовала появиться. В школе не спрячешься, да и перед входом долго не проторчишь. Охранник то и дело выходит на крыльцо. Одним словом, крыша сарая была единственным Женькиным спасением. Только была собралась хоть на полчаса покинуть эту вселенную и послушать музыку, как выяснилось, что наушники скрутились в самый тугой узел в мире, ветер достает и на крыше тоже, а на телефон ежеминутно приходят сообщения от Мирославы, соседки по парте и Вадика Сухова. Оба имели самое непосредственное отношение к школьному телевидению и, как настоящие журналисты, интересовались всем необычным. Не отвечая на сообщения, Женька хмуро распутывала провода наушников, слушая приглушенные мотивы знакомой мелодии, пока не стало понятно, что сегодня бесполезно ждать успеха даже в самом маленьком и незначительном деле. «Everything's gonna be all right». Примечание. «Все будет в порядке». Английская. Пел низкий женский голос откуда-то из девяностых, опровергая все ее пессимистические мысли. Мысли почему-то не особенно опровергались, и Женька глубоко вздохнула, стараясь не порвать хрупкий зеленый проводок в припадке нервной истерики. В итоге оставила наушники в покое и легла на крыше сарая, насложенные под головой руки. «Ну и что? Что должно быть в порядке?» — спросила она у неба. Небо промолчало. «С чего ты взял, что я имею к этому отношение, а? Нет, ну надо же, родной брат и предатель! — Фальшивишь, братец! — выделяя последнее слово, — сказал Артур. — Не надо считать, что ты умнее окружающих! — Но ты же себя считаешь умнее, разве нет? — Хватит валять дурака! — разъярился Артур и стянул с шеи фотоаппарат, включил и сунул в лицо брату. — Ничего не скажешь? Денис пару мгновений смотрел на фотографию, а потом перевел спокойный взгляд на братца. Если бы жертвы твоего шпионажа увидели эти фотки, кому-то точно заткнули бы рот. — И что же я слышу? — хмыкнул Арт. — Кажется, это угроза? Артур Раевский часто смотрел на мир сквозь окошко видеоискателя. Это окно было ничуть не хуже реального, даже позволяло увидеть множество вещей намного яснее. Он раньше других узнавал о расставаниях одношкольников, замечал мелкие грешки вроде курения за углом школы, разборки в темных коридорах и еще массу всего запечатленного в памяти фотоаппарата. Его объектив улавливал чувства и эмоции, которых Артур не понимал и в которых не хотел разбираться. Все сделанные кадры Арт сохранял в своем архиве и, замечая нечто необычное, со смешком представлял, как многие в школе, любители тайны сплетен, отдают за них почти все, что угодно. Для него же это были просто фотографии, кусочки пазла, которые он ежедневно складывал из реальности. Они не таили в себе ценных воспоминаний и даже не всегда несли глубокий смысл. Они просто были, служили ступеньками в постижении фотоискусства и передавали всех, кто был на них запечатлен в истинном свете, без прикрас. Арт не жаждал копаться в душах и головах людей, понимать и разделять их интересы, входить в их мир или впускать их в свой. Он оценивал свои работы только по факту, остановленному моменту времени на фото, и его не интересовали истории людей, которых удалось заснять. Однако кое-кто считал, что в этом и заключался главный минус его фотографий. Продолжение следует...